честь you and nobody else but you i wanna be kissed by you hello всем привет не посмотрелась в зеркало такая сижу кудрява растрепанная всем привет ну что все потихонечку давайте собираемся мне было лучше всех видно сейчас секунду так все равно да все равно вот уже лучше ладно пусть будет так хотя сзади конечно такая чудовищная тень ну что я всех приветствую вас сегодня мы с вами собрались по поводу и без знаете для меня на самом деле это всегда возможность посмотреть послушать что говорят люди какие вопросы люди задают вообще задают люди вопросы потому что как ни странно но люди хотят все знать но хотят чтобы за них сказали вот то есть вот это вот такая есть история я выключаю комментарии потому что эти вот гребаные здравствуйте и руки они вообще ну вымораживают очень серьезно никогда не понятно нафига они вообще нужны и кто действительно верит что это признак воспитание так мой мой милый папа поздравляет меня с днем народного единства так хорошо я открою сейчас один единственный вопрос который написали в комментариях таких чему это это не то что на эти что-то востребовано или не востребовано на самом деле вы обратите внимание какую позицию вы занимаете я рассказываю и это в жизни то же самое то есть вы в жизни делаете то же самое абсолютно есть понятие я его использую в обучении я его использую в работе я его использую в обучении людей английскому это называется проактивность можно смайли но эти сердечки не ставить просто слушайте я не это не ольга бузова и не саша зверева мне можно сердечки мне можно сердечки ставить на пост и там это хотя бы помогает вот так сейчас все собрались интересно или нет вот это не правда интересно все ли собрались и есть такое понятие как проактивность это когда вам дается возможность любая любого характера вообще любая да что вы на нее отвечаете и отвечаете ли вы вообще вот когда вам появляется да когда вам говорят какой вопрос у тебя есть придет сюда 100 человек и представьте из 100 человек только один человек задал свой вопрос это есть про активность то есть когда тебе реально интересно тебе интересно вслух все остальные пришли послушать лекцию и так в жизни не бывает то есть вы придете на любое обучение на любые курсы на любые тренинги реально получится получится может у всех но реально получится у одного там у двух максимум почему такая печальная статистика не потому что я в людей не верю и в этом меня вообще нельзя обвинить я в людей очень сильно верю такая статистика потому что проактивности нет собственной жизни неважно в получении информации или нет и неважно там зажрались мы слушая большое количество информации да и неважно нужно ли это вообще информации нет ты на нее приходишь мы сегодня будем обсуждать уровень нормы но видимо я буду на нее вещать на эту тему и мне со своим уровнем нормы все понятно то есть я по хорошему что делаю я просто рассказываю что я сделала со своим уровнем нормы и когда я читаю любые комментарии вообще вообще у любого другого блогера человека потому что да это такое пространство где так или иначе можно посмотреть что у людей происходит или не происходит то я всегда вижу кто занимает проактивную позицию а кто просто наблюдает вот сегодня я буду в очередной раз что-то рассказывать мне очень интересно ты для себя сегодня выберешь проактивную позицию или ты снова наблюдаешь или ты снова позволяешь своему знаку зодиака влиять на тебя или ты снова будешь выставлять вперед щит под названием всему свое время и вот так далее вот снова ты так будешь делать или ну жопу поднимешь и что-то сделаешь чтобы сдвинулась в жизни не теория классно и ты новые снова какие-то классные идеи послушаешь скажешь диана харизматичная диана артистичная диана так права диана такие вещи интересные рассказывают да зашибись так и есть диана это знает когда твоя жизнь меняться начнет не горизонтальной плоскости а вертикальной и я всегда говорю что это найти такой самообман то есть когда мы одну вещь заменяем на другую и думаем что это рост а это на самом деле горизонтальный рост да рост он он вверх он он вширь не бывает ну в смысле он увеличение размера вширь бывает но это не рост это иллюзия роста иллюзия роста когда мы меняем как русские люди шила на мыло с временной эйфорией что у меня сдвиги вообще вообще огонь я вот с одной работы на другую передвинулась вообще у меня сдвиги вот вот чтобы честно говорить себе да реально если изменения если вертикальный рост есть очень хороший якорь вертикального ярлык вертикального роста да когда вот реально вам понятно будет что уже для пространства ваш рост очевиден изменениями всегда пахнет я всегда говорю деньгами всегда пахнет от человека счастьем всегда пахнет сейчас я депортирую депортация гапы прошла успешно вот этим всем действительно когда она у вас есть она им прям несет то есть это здоровьем любовью удовольствием кайфом наслаждением богатством умом мудростью воспитанием всегда чувствуется любой уровень любой уровень и ну если вам никто знаете как говорят ой ты что влюбилась потому что это очевидно ну просто люди почему-то так называют как будто бы к изменениям ничего другое не приводит только влюбиться надо вот но на самом деле это всегда очевидно пространству а дальше уже пространство она сначала заметит а реагировать она уже будет там по разному вот потому что когда вы становитесь выше себя вчерашнего да то для тех кто находится там же или для тех кто умеет за вас порадоваться да или для тех кто тоже преуспевает успешен это не будет больно да а вот те кто узнает в вас свои реализованные желания и потребности вот они вот могут клюнуть но об этом попозже вот вот у меня сегодня к тебе такой вопрос что изменится вот мы час поговорим я час поговорю что вот в моей жизни изменится потому что любой пост любой эфир все что я делаю здесь на этой странице я делаю для себя это мой вклад в саму себя прежде всего я нахожу свои мысли свои формулировки я развиваю себя свою речь свой мыслительный процесс свой артикуляционный аппарат свой бренд в конце концов я развиваю себя по-разному и у меня точно всегда что-то меняется после и ну на самом деле у меня что-то меняется еще до публикации поста потому что у меня меняется в жизни когда я пишу пост потом я его публикую вот у меня вопрос я сегодня что-то изменю в своей жизни как ты вложишь этот час и это тоже мой уровень нормы уровень нормы что мое время я не просираю может показаться и мне тоже когда-то так казалось что я когда ничего не делаю я просираю свое время на самом деле нет я разрешаю себе быть такой какая есть потому что я не показатель великой дисциплины да я человек спорта и у меня годами на кухне висел большой баннер с надписью дисциплина это делать то что очень не хочется делать ради того что очень хочется достичь каждый раз когда я тренировалась по часам когда я ела 6 раз в день в день по часам когда я готовила эти 6 порций блюд когда распах и распихивала их по контейнерам когда я выпивала минеральные добавки короче когда я все вот это когда я гоняла вес и вот это все это была дисциплина я насиловала себя делала то что мне не хочется делать ради того что мне очень хочется достичь прошли до там 30 лет чтобы мне пришлось понять что это не моя не моя история это не мой уровень нормы для меня это не нормально для меня нормально в кайфе в удовольствие я более не достигатор я наслаждатор я совершенно спокойно пускаю какие-то дела на самотек вот то есть оно само рассосется есть такое я не впадаю в реакции я на самом деле достаточно легко прощаюсь с людьми то есть я их отпускаю я могу могу попереживать и в редких случаях если это действительно дорогой мне человек но и мои коллеги подтвердят когда в команде у нас не всегда попадаются идеальные для нас сотрудники и ровно через долю секунды когда мне говорят что кто-то нам не подходит игры все окей двигаемся дальше вот это вот двигаемся дальше до мой уровень нормы да всегда выбирать на драму или не на драму я хочу начать с вопроса который задали его прочитаю прочитаю впервые с вами но я его так краем глаза зацепила как различить ту грань недостаточно веры в себя или это страх перед неизвестным или идея недостаточно созрела чтобы воплотиться и второй есть вопрос всему свое время когда лучше остановиться и не продолжать я начну да недостаточно веры в себя или это страх перед неизвестным или идея недостаточно созрела то есть о чем вопрос типа я не двигаюсь дальше в чем причины знакомьтесь это называется рефлексия ну это умное слово рефлексия в простонародье задрачивание себе мозга то есть вместо того чтобы сделать хоть что-нибудь мы задрачиваем себе мозг выясняя а что же это на самом деле такое это это вот это сомнение в себе или страх это вот это или вот то вы знаете есть две большие разницы между двумя вопросами первый вопрос это почему а второй вопрос зачем попробуйте завтра ради эксперимента задавать людям вопрос зачем ты это сделал в девяносто девяти процентах случаев они будут отвечать вам на вопрос почему может прямо сейчас вы не понимаете разницу но смотрите например ты заходишь домой и вот твой муж бросил носки на пол зачем ты это сделал зачем чтобы там их было проще здесь найти почему ты это сделал потому что я устал или потому что мне лень вопрос почему это всегда вопрос о прошлом как и ответ на вопрос почему это на вопрос о прошлом а уже прошедшим а вот на вопрос зачем отвечают о будущем именно поэтому мы так часто избегаем ответов на вопрос зачем потому что очень сымся и сами себя обманываем и обманываем того кто нас спрашивает отвечая на вопрос почему я спрашиваю зачем это сделала ну потому что мне нечего было делать но потому что у меня было свободное время потому что мне было скучно потому что у меня не было денег причины Я всегда говорю своим членам команды, когда они начинают, что-то там в чем-то косякнули, и они начинают выгружать мне причины, меня не интересуют причины вообще, все случилось и случилось, двигаемся дальше. Но это железная человеческая привычка, тащить себя в прошлое, потому что иллюзия, что в прошлом безопасна, и это тоже уровень нормы, то есть мне нормально жить в прошлом, потому что я ссу жить в будущем, ну потому что будущего тогда никакого нет, да, на самом деле, будущее это вот о следующем, о следующем моменте сейчас, а прошлое моментом сейчас не станет никогда, и о нем говорить безопасно, потому что вы уже знаете, что там произошло, оно уже вас не убило, организму плевать, сколько вы зарабатываете, сколько вы весите, кривые у вас зубы, большие ли сиськи, тощая ли жопа, классная ли телочка в кровати с вами, организму все равно, один единственный механизм срабатывает у организма, одна единственная функция выжить, ему вообще плевать, как вы при этом выглядите, что чувствуете, сытый и ладно, тепло и ладно, выжили, мы выжили, и когда организм, ну естественно, то, что прошедшее в результате действий в прошлом, вы выжили, для организма это зона безопасности, а что там в будущем, хер его знает, Васенька, не пойдем туда, вдруг нам там надерут жопу, вот, поэтому, поэтому вы так сопротивляетесь, да, это то, что называется модным словом выходом из зоны комфорта, и здесь дело, нет ответа на вопрос этой девушки, кроме одного, хватит задрачивать себе мозг, неважно почему, неважно какие причины, более того, я вообще рекомендую особо не вдаваться в мотивы, ну не в чьи, вы знаете, любую психотерапию, психотерапия это такая многолетняя история, да, это история, которая может длиться 2-3 года, чтобы качественно проработать какую-то сферу, и она всегда вытаскивает что-то из прошлого, что-то из прошлого, знаете, разница между коучингом и психотерапией в том, что психотерапия это о прошлом, а коучинг это о будущем, Коучинг это система вопросов, поэтому я больше за коучинг с элементами личностного роста, это больше о моменте сейчас и о будущем, так вот, моя гапа там на фоне присоединяется, вот, и гапуш, не отвлекай меня, вот, поэтому можно, как ни странно, и кто у меня проходил курс баланс, кстати, 18 ноября я стартую новый курс баланс, я уже открыла регистрацию, на него ссылка в шапке профиля есть, и это будет завершающий баланс перед социальным новым годом, а значит, офигительно мощный, и вот кто у меня проходил курс баланс, знаком с видео Just Stop It, да, просто прекрати это делать, не обязательно проходить многовековую психотерапию и задрачивать себе мозг, чтобы что-то прекратить делать в своей жизни, Просто прямо сейчас прекратить страдать, прямо сейчас прекратить жрать хлеб, прямо сейчас перестать себя обесценивать, прямо сейчас перестать быть бедным, прямо сейчас перестать быть скучным, что угодно, прямо сейчас, Но из-за того, что вы очень любите эту присказку, всему своё время, всему своё время, время лечит. Какое время? Вам кто-нибудь к этой пословице выдал инструкцию, какое именно время? Потому что и минута – это время, и 16 лет – это время. Но вы же говорите, когда это произносите, вы говорите не о минуте, вы почему-то всегда имеете в виду недели и месяцы, а то и годы. Никто не говорит, я сейчас денёк, немножечко пострадаю хуйнёй, отдохну, поскулю, поною, а завтра пойду жить дальше. Нет, вы говорите, блин, мне надо годик пострадать. Я с мужиком рассталась, пять лет встречалась, всё пипец, я полгода сейчас буду зализывать раны. Но можно зализывать раны, оказывается, и жить дальше. Ну, я же живой человек, я тоже там была. И это не значит, что вам не больно. Больно. Я это не так скажу. Это не значит, что мне не больно. Мне тоже больно, когда я расстаюсь с людьми. Мне больно, когда что-то идёт не всегда так, как бы, может быть, мне хотелось. Я тоже ощущаю боль. У меня очень тонкая, нежная кожица. Я не толстокожая, и такой становиться не собираюсь. Просто я не занимаюсь пиздостраданием. Я по-прежнему могу за бокальчиком пузырей, шампанское мы так называем с моим бро, кудрявым бро. Мы можем кого-то обсудить, я могу пожупать, ой, какой он, как он мог. Но я живу дальше. Я живу дальше при этом. Ну, как бы, я не зацикливаюсь на этом, я не лью слёз. Не потому, что я сухарь, а именно потому, что я разрешила сердцу быть живым, и оказывается, ему не нужно 6 лет, чтобы проживать горе. Но мне тоже больно. Поэтому это тоже уровень нормы. Как нормально жить дальше, как нормально двигаться, как нормально что-то принимать в своей жизни. И не задрачивать себе мозг. Потому что не важно, ну, вам правда так важно, какие мотивы двигали людьми? Потому что, когда я что-то начинаю рассказывать, я говорю, вот у меня там, вот с ним не сложилось. Мне начинают искать, да может быть у него это, может быть. Я говорю, у меня же всё равно, какая мне разница, сам разберётся. Ну, неважно, я сейчас, почему-то вы слышите про мужика, я говорю просто про человека. Про девочку, мальчика, ребёнка, взрослого, неважно. Мне вообще, вот последнее, что меня интересует, это анализ чужих мотивов. Поэтому, неважно, неважно, почему, просто не задрачивайте себе мозг. Вы либо сделаете, что хотите, либо отъебитесь от себя. Понимаете? Что вы до себя докопались? И вот вы пока годами не под... Я понимаю, что когда закончится анализ этих 33 вопросов, ну, в вакууме же вы останетесь. С этим же что-то делать придётся теперь. Типа, в смысле, мне сейчас пойти, что ли, это, бизнес открывать? Ты, я, не, 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 я лучше над тремя вопросами голову надрачу себе. Второй вопрос. Всему своё время, моя любимая фраза, когда лучше остановиться и не продолжать, если не идёт дело? А когда всё же настоять и добиться результата, если он будет? И тут же человек отвечает на свои вопросы, в итоге все вопросы получились про сомнение. Зачем вы вообще такое публикуете, если вы уже даёте себе ответы? Зачем вам нужны, зачем вам нужно мнение незнакомой тёти? Вот это вот всегда мне интересно. Ну, мне правда всегда интересно. Но если вселенная говорит мне это делать, если у меня импульс есть, то, видимо, я какой-то проводник, и мне нужно, вот, нужно это кому-то сказать. Без понятия. Поэтому вот говорю. Пока импульс есть, говорю. Тут все слова, все фразы построены словами, которые я не употребляю. Вот это всему своё время, остановиться, не продолжать, не идёт дело. Настоять, добиться результата, это вообще не про меня. У меня не бывает ситуации «не получилось», у меня не бывает ситуации «ошибка», у меня не бывает ситуации «не идёт дело», у меня бывает «сделано не так, как ожидалось», у меня бывает «сделано не так, как планировало», у меня бывает «двигается с другой скоростью», То есть у меня изначально глаголы другие. Я ничего не добиваюсь, я ни с чем не борюсь, ничего не добиваюсь и ничего не достигаю. Вообще. То есть глагола сопротивления в моей жизни тоже нет. Я просто двигаюсь дальше, просто двигаюсь. Я когда по льду иду, я не сопротивляюсь льду, я скорее по нему скользю, проскальзываю. Вы, кстати, знали, что слово подскользнуться говорит неправильно. Нужно говорить поскользнулся, как там буквы Д нет. Для меня это был сюрприз. Не подскользнулся, а поскользнулся. Так вот. Понимаете, это тоже уровень нормы. Это уровень нормы. Какие вопросы у вас формируются в голове? Что делать будете с этим? Поэтому я и говорю, какое количество людей сейчас, вот мы сейчас там час с вами поболтаем, какое количество людей кивнут головой, а какое пойдет брать свое. Как я написала в посте, да, как, что для тебя, что в твоей жизни происходит, что ты считаешь, что это норм. Вот прямо сейчас. Я не хочу звучать обесценщиком, просто прямо сейчас. Какую, да, какую одежду я считаю нормальной, какой дом я считаю нормальным, какую еду я ела, что для меня это норм. Как я позволяла сегодня поступать людям или не позволяла по отношению ко мне, но если позволяла, то значит для меня это норма. Как со мной люди сегодня разговаривали, как я позволяла людям с собой разговаривать, что для меня это норм. Как я сегодня выглядела и выгляжу. Как я сегодня разговариваю, как я позиционирую, как я работаю. Что я вижу из своего окна? Куда я хожу? Нормально ли это? И вы знаете, впервые за всю мою жизнь, только последние полтора-два года, мой ответ – нормально, такой честный, нормально. Не сделка с совестью, потому что сегодня я хотела с вами обсудить именно сделки с совестью. А там, где ненормально, я что-то делаю, что-то делаю, чтобы привело меня к вертикальному росту, а не к горизонтальному. Так получилось, что у меня в жизни очень большое количество непроработанных моментов вылились в моем отношении с телом собственным. Сначала я долго работала, не осознавая, с расстройством пищевого поведения. А потом я долго работала просто, и работаю сейчас, но уже, наконец-то, с результатами, со своим телом. И когда я стала честно разговаривать с собой, я поняла одну вещь, что когда я нахожусь в зале, там есть для меня антипример. Например, если я вижу кого-то, включая себя, регулярно в зале, и он никак не меняется, включая себя саму, то надо быть с собой честной и сказать, что это обман, что для галочки ощущение развития есть, на деле его нет. И так во всем. Если вы думаете, что у ваших детей счастливое детство, но у них нет и половины того, что показывает картинка в инстаграме, то вы себя обманываете. Если вы покупаете одежду, потому что вам понравилась не одежда, а как она сидит на модели, то вы себя наебываете. Если вы получали 50 тысяч, стали получать 70, и сказали себе, что это хороший рост, но по-прежнему вы не можете в один месяц оплатить две покупки по 10 тысяч спонтанной, ни еды, ни первой необходимости, то вы себя наебываете. Я сейчас легко говорю вы, потому что когда-то я говорила это себе, ну как бы это наебство, ну как это называют, это короче обман, обман. Потому что я могу либо зарубиться на то, что в Москве можно жить достойно на 70 тысяч, а могу сказать, что бля, одна поездка стоит 200. Нормальная поездка куда-то с шопингом, с жильем стоит 200 косарей, минимум, это я вот просто минимум, вот неделя нормального жилья, нормальных вменяем билетов, даже не бизнес-класса, еда и какие-нибудь небольшие покупки. Я сейчас не про сумки Диор говорю, это 200 тысяч. Сколько раз я могу съездить в год на две, потратить, да, вложить в путешествие 200 тысяч, если я получаю 70? Дай бог один. А я-то хочу, если честно, с собой сесть, я же хочу каждый месяц ездить, ну хотя бы иметь возможность ездить, а там я уже сама разберусь. Есть у меня на это время или нет у меня на это времени? Но хочу иметь возможность, тогда я, получается, себя обманываю, обманываю, что 70 тысяч мне норм. Обманываю себя каждый раз, когда прихожу в ресторанчик и не заказываю три блюда, третье блюдо или шестой коктейль, говорю себе, я не хочу, а у меня денег просто нет. И вы, и не надо, пожалуйста, думать, что я только про деньги. Просто самое простое, да, приводить примеры материального мира. Мы живем в материальном мире, в мир, который можно потрогать, да, и это очень легко и просто, привести такие примеры. Потому что внутренне все, ну, с духовным развитием будет то же самое, то же самое. И это тоже уровень нормы. Уровень нормы обманывает себя или нет. Когда вы обманываете себя, вы разрешите другим вас обманывать. И разрешите другим обманывать их, ну, им себя обманывать при вас. Да, если вы себя наебываете, что ваши отношения счастливые, то когда подруга, которой бьют по морде каждый день, будет говорить, зато он детей любит, вы будете ее, ну, кивать, да, это же семья. Почему? Потому что, ну, вы же не можете ее обличить, а у самих-то вон какая херня. Потому что совесть-то есть, совесть-то у нас встроенная функция. Она просыпаться начинает, когда вы себя наебываете, ну, в смысле, когда вы от других требуете того, что от себя не требуете. Поэтому вы будете позволять другим делать то, что позволяете себе. Если к вам, ну, если вы опаздываете на встречи, то к вам тоже могут опаздывать, и вы не пикнете. Вы ничего не скажете. Ну, потому что, типа, что, вы же знаете, что сами опаздываете. Обратите внимание, что жирные очень редко, ну, осуждают жирных. Бедные редко осуждают бедных. Воры редко осуждают воров. Матери, ну, я имею в виду матери головного мозга, редко осуждают матерей. Кто там еще из таких? Ну, в общем, да, анорексички редко будут анорексичек осуждать. Ну, потому что мы знаем, я тоже так делаю. У меня как бы морального права нет говорить, что это пиздец. А, это пиздец. Потому что, если я признаюсь, что на самом деле это пиздец, то я либо буду всю жизнь теперь с этим жить, зная, что я знаю, как надо поступить правильно, но поступаю неправильно. Либо мне придется менять. А менять, как мы выяснили, страшно. Ну, страшно, потому что мерещится, что это либо приводит к смерти, либо очень долго и очень трудно. Спойлер! Это не так. И я надеюсь, что это будет первый спойлер, который вы воспримите. Вот это про уровень нормы я хотела вам сказать. Давайте-ка с вами поболтаем. Сколько останется людей, столько останется. Сейчас кому-то что-то нужно сказать, у меня просто такой импульс возник. Сейчас давайте послушаем. Комментарии открыты. Давайте без здороваться, без здрасти, без всего такого. Просто если есть вопросы, если есть что-то такое, что вы хотите задать, спросить, что-то нужно разобрать, давайте это сделаем. Потому что сейчас есть для этого все возможности. Абсолютно. Пока вы, кто-нибудь что-нибудь пишет, может быть, а может быть, нет. Это тоже вопрос от проактивности, потому что, ну, я не знаю истины. Я вообще, я не мессия, я ничего такого. Я просто девочка, которая что-то рассказывает. Себе. Вот. Все. То есть, ну, я не говорю, что это правда или правильно. Это мои принципы жизни. В семье каждый за себя. В чьей семье? Я не знаю, я не знаю, какие правила в вашей семье. Для меня, если говорить, я могу сказать только за себя. Для меня слово семья не подразумевает разобщенности. Это и есть общность. Да, то есть, в масле есть масло. Поэтому в семье каждый сам за себя быть не может. В семье. Она потому и становится семьей, что кто-то договорился быть еще друг за другом. У меня в этом плане очень железобетонная такая позиция. Я по жизни очень верный человек. И я, ну, я даже выбора не сделаю, если я не готова зарубиться просто насмерть. Вот. Поэтому в чем-то я не тороплюсь. Мне важно, да, найти в себе те качества, которые моей семье будут гарантировать мою надежность. Развить их в себе до того, как я им это пообещаю. Это у меня такой уровень ответственности собственный. Не знаю. Мой. Поэтому нет. У меня, у меня в моем представлении семья – это просто вот крепость, которую я буду строить обязательно с теми и с тем, кто тоже будет ее строить. Так. Что тебе помогло стать уверенной в себе или справляться в моменты неуверенности? Вы знаете, я не верю, что мы не уверены в себе. Я уверена, что мы, я знаю, я прям вот железобетонно знаю, что мы все в себя очень верим, просто какого-то хера слушаем дебилов вокруг. Я просто перестала слушать дебилов вокруг и стала слушать себя. Первое, что говорят дебилы вокруг, когда ты начинаешь быть в себе уверенным, они говорят, хули ты так в себе уверена? Вот у меня сегодня в эфире, прямом эфире английского, очень обиженный человек, на мою уверенность, говорит, самовлюбленный. Комплимент, спасибо. Людям будет очень обидно, что ты можешь обойтись без них, когда тебе нужно о себе самой мнение составить, что тебе нахер не надо их мнение о тебе. Поэтому перестаньте слушать других и не выходите на улицу, пока вы не будете знать все про себя сами. Запритесь нахер в своей комнате и напишите себе ответ, а кто я такая? Как я про себя, про саму думаю? Я красивая или нет? Я умная или нет? Я стройная или нет? Я талантливая или нет? Имейте это в виду каждый раз, когда кто-то попытается сказать что-то вопреки. Вы знаете правильный ответ. Почему вы не спорите, что когда вам говорят 2х2 это 5, вы же знаете, что 2х2 это 4 и не спорите. Почему вы воспринимаете чужое мнение о себе? Знаете о себе все. Вот и все, что я сделала. Я просто узнала о себе, если не все, то много. А если я чего-то не знаю, то сначала я спрашиваю у себя. После ваших слов захотелось бросить одну из работ. Единственное страшно сказать, что я уже завтра бы не пошла вести уроки, но понимаю, что доставлю дискомфорт, как решиться. Вы хотите, чтобы я за вас приняла решение? Я этого не сделаю. И вы хитро ко мне на кривой козе, или как там говорят русские, не подъедете. Я не знаю, как вам решиться. Без понятия. Не знаю. Я даже не знаю, правильно это или неправильно. И перестать думать за комфорт других, а не свой. Я не знаю. Я вам дала очень много информации, которой, наверное, достаточно, чтобы принимать любые решения в жизни. Почему-то просто кажется, что я призываю что-то менять. Но это вы так слышите, потому что вам, походу, есть что менять. Для себя, например, я себя слышу, что я призываю улучшать. Мне менять ничего не надо. Просто улучшайзингом заниматься. А тут уж каждый что слышит. Диана, подскажите, в какой момент вы поняли, что надо выглядеть красиво везде и всегда, даже дома, особенно дома? Вы видели мое фото два года назад, как я выглядела дома? А вы сходите, посмотрите, у меня в ленте есть. Не так давно был пост. Наедине с собой мы настоящие. Вот когда выключается камера, когда у меня закрыта дверь в квартире, когда никого дома нет, я настоящая. И когда раньше закрывалась дверь в квартире, выключались камеры, я была какой-то неопрятной, нелюбящей, ненавидящей себя, зажирающей какой-то дерьмовой едой, смотрящей тупые фильмы, общающейся с какими-то дегенератами, мудаками, просто вообще. Когда я разобралась, кто я есть, я остаюсь такой, как вы меня видите, наедине с собой. Может быть, немножечко мягче, может быть, немножечко нежнее. Вы же не видите меня полностью, настоящую, ну, большую часть времени, вы просто за мной не наблюдаете. Вот, но у меня картинка вне того, что вы видите, лучше, чем то, что вы видите. Раньше она была в 600 раз хуже, в 600 миллионов раз хуже. Вот и все. Я не знаю, когда, в какой момент я поняла. Я просто поняла, что, ну, моя настоящая жизнь, это не когда вы смотрите, а когда я на себя смотрю, сижу одна в квартире. Диана, а если страшно, если в голове все разложил, принял, понятен уровень нормы для себя, ну, просто страшно решиться менять. Как решиться? Знаете, как говорил мой тренер, никак, оставайтесь в жопе. Знаете, потом очень клево, внукам будет рассказывать, как у вас были все возможности и шансы, а вы их просрали. Внучок, хотя бы ты не просри. Никак, оставайтесь в жопе. Никак не решиться. Верить, что уровнем нормы в голове подтягивается реальность. Ну, звучит пафосно, но все, правда, начинается с ощущения и состояния. Кто у меня сейчас участвует в продолжении баланса, этим мы и будем заниматься. Первый баланс у меня стартует 18-го числа, после него можно пойти в его продолжение. Мы там занимаемся состоянием, но в балансе мы уже начинаем заниматься состоянием. Диана, если сомневаешься в выборе, что вы делаете или делали ранее? Никогда не сомневаюсь в выборе. Никогда. Сомневаться в выборе и не уметь выбрать, это разные вещи. Я иногда хочу просто все, когда у меня есть выбор, я хочу все. Но я в нем не сомневаюсь, если просто сомневаться в выборе, это я как бы его делаю. Я никогда не сомневаюсь в выборе. Вообще. Выбрала все. Более того, я выбираю то, что первое в голову приходит. Потому что я очень умею слышать, гениально умею слышать свою интуицию. Вплоть до, не знаю, на кого ставить в спортивных состязаниях, в какую сторону идти, в незнакомом городе. Вот первое. Первое. Нанимать человека, не нанимать человека. Покупать эту рыбу в этой упаковке или не покупать. Я так надрессировала интуицию, что прям, блядь, ну я телепат какой-то. Такой ясновидящий уже. Вот, как только включаю голову, конечно, там уже говно лезет. Поэтому я умею слышать первое, что приходит и выбираю. Здравствуйте, здравствуйте. Я точно знаю, что так как сейчас это не норма, но противлюсь любым изменениям. Почему так может быть? Опять почему? Я зачем вещала всю первую, сука, часть? Почему? Потому что. Знаете, как встречается черепашка с зайчиком? Привет. Потому что. Потому что. После ваших эфиров начала говорить все как есть прямо в лицо. Это роскошь. Минус семь родственников и похуй. Слушайте, ну я вас не... Ну, это вы так услышали, да? Я не говорю всем все в лицо. Вы... Ну, меня тоже надо правильно слушать. Я к этому не призываю. Это вы просто... Ну, вы так слышите меня. И обратите внимание то, что... Ну... Ну... На... Несмотря на мое умение прямоты и отстаивание личных границ, у меня все родственники мои, ну, которые мне нужны, которых я люблю, у меня нет каких-то серьезных потерь. Ну, я не теряю людей из-за этого. То есть, они от меня в итоге не отказываются. При этом я полностью соблюдаю свои личные границы. Ну, вы, скорее всего, к этому тоже придете. Это часть развития тоже. То есть, сначала прям пиздец со всеми рвать, чтобы увидеть, как можно так себя позиционировать, что рвать даже не придется. Просто сразу получать желаемое, и это даже не манипуляция. Диана, что ты думаешь про уступки? А что значит... Ну, поясните, что значит про уступки? Уступки разные бывают. Уступки, которые мне ни в одно место не вперлись, как бы мне ни холодно, ни жарко. А есть уступки, которые на меня повлияют. Я уступаю в вменяемых для себя обстоятельствах. Жертвой никогда не уступаю. После ваших эфиров просто начинаешь быть самим с собой честной. Единственные эфиры, от которых меня не тошнит, аминь. Надеюсь, что... Если понимаю норму свою, но семья говорит, откажись у тебя проблемой. Я решила, что я хочу этого жить отдельно. Страшно, конечно, но верю, что смогу сама. Хотя и долги есть, и работа нет. Такая вера работает. Вера во что в данном случае? То есть, понимаете, вы когда... У меня для вас очень хорошая для всех тренировка. Вы когда что-то хотите у кого-то спросить, напишите, минуту, паузу сделаете, и потом перечитаете, что вы пишете. Я решила, что хочу жить отдельно. Страшно, но верю, что смогу сама. Такая вера работает. Вы как считаете? Такая вера работает? Вот вы сами как считаете? А если я скажу, что я считаю, что не работает, вы не будете жить отдельно? У вас когда... Ну, как много незнакомых тёлок влияет на вашу жизнь? Как проще... Как просто незнакомой бабе поменять вашу жизнь? То есть, если я сейчас буду убеждать вас, что это страшно, не надо, вы не переедете. Вы до каких пор позволите инстаграмным людям влиять на вашу жизнь? Вы верьте, работает или нет? Я не знаю. У меня своя жизнь какая-то. Но я здесь для того, чтобы дать вам пинок не сделать, как я хочу, или как я в своей жизни делаю. Не мой путь пройти, а свой путь пройти. Для меня стало крайне важным говорить всё прямо, при этом я для кого-то становлюсь неудобной, тогда мне такие родственники не нужны. Но это не родственники, это как бы люди так, в принципе, устроены. Потому что с вами научились уже взаимодействовать. Вы 30 лет, 40 лет были какой-то одной, а потом вы стали другой. С вами научились с той общаться, подстроились, научились, сработались. А здесь вы новая, и с вами нужно заново выстраивать отношения. Естественно, люди будут сопротивляться. Я немножечко не за то, чтобы отказываться сразу же. Такие родственники не нужны. У меня всегда вопрос, а как вы поддерживаете тех, кто решит, если завтра ваша мама, не знаю, пойдёт замуж за... Вашей маме 70, она пойдёт замуж за 22-летнего нигерийца. Вы что будете делать? Вы такой, ёпки, маманя, главное, чтобы ты счастлива была. А он по дому ходит такой в трусах и хочет с ней тёмненьких детишек. Такие родственники вам нужны самой? Вы это поддерживать будете? На вас-то можно положиться? Или только у вас могут быть изменения в жизни, которые неудобны другим? А вы другим людям позволяете иметь неудобные для вас изменения в их жизни? Ну, хорошо. Я допускаю, что решение вашего отца вас я привела специально в край. Если ваш отец завтра пойдёт насиловать детей и будет с вами делиться всеми подробностями. Вы примете такого отца? Если да, если вас ни капельки осуждения не шевельнётся, заебись. Но тогда просто странно, что вы прямо похуй, прощаюсь. Если вы такая принимающая, то, как бы, скорее всего, вы бы выстраивали отношения принимающие. А есть просто решения, которые, ну, вам тоже удобны. Я же не знаю вас, что вы там, манипулятор, не манипулятор. Я же не знаю, насколько решение вашего отца это решение вашего отца, а не ваши. Я не знаю. Я могу только давать тренировку на основании того, что вы говорите. Мне просто удобнее придать крайность, которая самая болючая. Да? Я рассматриваю самую... не самый позитивный расклад такой, да, самый сложный расклад. Но моя задача такая просто. Если вы реально охереть, как принимаете всех, вообще всех людей, ну, тогда у вас бы и с собой проблем не было. Поэтому, вот я просто вам как коуч говорю, скорее всего, у вас есть проблемы с принятием. И, скорее всего, вы не готовы сами принимать в своей жизни людей, которые резко меняются. Я готова быть неправой. Это просто предположение. Можете с ним поработать. Оно может быть про вас, может быть не про вас. В равной степени. Здравствуйте! 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 Вот так так. Здравствуйте! Если бы я работала преподавателем в университете, каждому, кто опаздывает на лекции и здоровается, когда входит, вот не извиняется хотя бы, а здоровается, я бы нахер выгоняла с лекции и минус балл на зачете или экзамене. А если не готов, то как с этим работать? Сейчас, мне что-то было хорошее. Недавно мне кто-то по-гречески сказал фразу про не готов. Сейчас я поищу, ребятки, сейчас я поищу, по-моему, я записала даже. Ну, минутка, минутку, Moment cụ, chicas y chicos vamos a esperar para mi I actually like I'm not sure if I saved that probably I did not but I definitely need to check I definitely need to check yeah I think that I actually deleted it потому что я не очень помню саму фразу что как бы вообще успешность она происходит в моменты когда не готов когда ты делаешь до того как готов вот ну давайте так переведу да то есть если ты идешь на результат успешный то ты делаешь до того как ты готов если ты выжидаешь когда готов то результат будет ординарный поэтому я веду в своей жизни политику ввязаться а там разбираюсь именно поэтому я столько учусь чтобы грамотно разобраться в моменте что делать вот то есть я не сначала годами видео не очень четко ибать Полина все пиздец выкину нахер телефон сейчас все Полина поставила проблему 80 человек все блять Полина ворвалась ну вот ну я всегда в своей жизни вот выбираю не думать готова не готова если в моей голове возникло то я стремлюсь скорее сделать чем не сделать потому что а что есть как я пойму что я готова если я не сделала вот я сижу на жопе ровно я готова там не знаю давайте вон ваше любимое я готова к замужеству откуда я блин знаю готова я или не готова я там не была да я готова быть красивой да в смысле ты сначала сначала состояние а потом уже ты с ним срастаешься с этим состоянием вот ну я так верю я верю я не знаю как у вас работает поэтому есть конечно что-то что мы привыкли отгораживать возрастом и я я просто по-другому людей вижу я не вижу в них возраст и когда меня очень многие пытаются убедить что возраст там у этого человека на что-то влияет мне говорят он маленький она маленькая там это это такой это такой я этот аргумент просто не принимаю вообще я делаю какую-то да ну скидку на то что может в силу например возраста отсутствовать физически какой-то опыт да ну например ребенка ну не родить здорового за три месяца не выносить правильно за восемь месяцев еще как-то он выживет там но за три месяца нет то есть ожидать что у человека будет опыт ну опыт выпускника института если он только закончил школу или в институте вообще никогда не учился это странно требовать от человека опыт который у него не мог возникнуть в силу возраста бывают обстоятельства которые провоцируют людей имеют иметь разный опыт поэтому важно спрашивать интересоваться жизнью людей но это скорее свое исключение поэтому вот здесь для меня ну вот что есть готовность и у меня вот срабатывает такая история что я вижу в людях иногда больше чем они видят в себе это моя ну это мне так же мешает как и не мешает да потому что у меня есть ну такая требовательность к людям есть есть я от себя требую могу от людей требовать у меня такая история есть ну я блять руководитель еще могу сделать ну пока я выбираю требовать и у меня иногда если я забываюсь у меня срабатывает требование к ним быть вот их лучшей версией потому что я их такими вижу я реально вижу я когда на вас на каждого в жизни посмотрю я не могу это объяснить какими охуенными я вас вижу я как будто бы в будущее ваше смотрю и говорю не жди 30 лет ты сейчас можешь таким быть я клянусь я вот так вас вижу я каждого человека так вижу каждого знакомого незнакомого курьера таксиста каждого я так вижу я каждому об этом говорю я прям говорю об этом вот это может выглядеть как требование быть таковым но на самом деле нет то есть я не отказываюсь от людей если они выбирают такими не становиться я могу привести свой пример вы мне дорогие но если вы вдруг пошлете меня нахуй я с этим соглашусь это ваш выбор от этого мое отношение поменяться не может потому что я изначально согласилась ну может мое поменяться может если меня пошлют нахуй дорогие мои я бы с вами поделилась конечно одним примером и попробую сейчас им аккуратно поделиться у меня есть пару минут я только недавно в себе открыла качество что я очень хороший друг вот вот так вот искренне и честно я не знала этого о себе я более того большую часть жизни считала себя не очень хорошим другом и сейчас поняла что я увидела в себе качество стремление быть хорошим другом в моменте когда тот для кого я хороший друг мне не друг и вот тогда я поняла что я умею быть другом потому что для меня дружба это не обязательно диалог что я умею быть другом вне зависимости от того дружит ли там человек здесь есть грань я не позволю себя поиметь я не позволю я знаю где граница но я знаю что что важно и что есть дружба в данном случае я буду хорошим другом я думаю если здесь была бы камерная более тусовка или более какие-то знакомые люди я могла бы с вами ситуациями делиться но здесь поверьте мне достаточно чем-то поделиться и бывают очень злые люди я не хочу просто в своем пространстве вообще мне осталось полторы минуты пишет инстаграм вот ну да чтобы вы понимали почему я здесь всем не делюсь потому что я выкладываю фотографию с днем рождения папы да и папе желают смерти ну это странно на меня это никак не влияет но это странно поэтому мне не очень хочется всем делиться я бы могла поэтому я делюсь с вами вот только вот таким примером таким поверхностным достаточно у меня такое есть когда для меня это разное мое отношение к людям не влияет не меняется от того как они ко мне относятся но может быть я реже буду проявлять к ним это да то есть я вкладываю в тех кто способен быть в диалоге тоже то есть я не позволяю себя долго использовать Диана еще одно я не поддаюсь манипуляции внутри я реагирую укрепитесь здесь тоже укрепитесь передай привет Ташкенту я Ташкенту привет ну непонятно зачем но черт подери если это твои кубики то прям ах ах если человек мне лично дорог я соглашаюсь со всеми пытанными ну здесь не про это все мои дорогие 30 секунд у меня осталось мне присылают какие-то фотографии с сердечками с подписью смотри что я нашел поэтому пойду смотреть я вас крепко обнимаю целую успехов любите себя украшайте себя балуйте себя любите себя выбирайте себя разговаривайте с собой наслаждайтесь кайфуйте любуйтесь собой вот и все хорошего вам вечера дня до встречи пока до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...